Как это работает, в принципе, немножко такое отступление, да, как работают техники и для чего они нужны. Они отрабатываются практически всегда отдельно, существуют упражнения, существуют книги, подходы, и некоторые упражнения, они выглядят довольно странно в том плане, что вы так, как они выглядят, эти упражнения, играть никогда не будете, потому что, ну, они позволяют эти упражнения включить разные мышцы, вот, по поводу разных мышц, да, сейчас мы попробуем, я покажу и кого-нибудь подзову. Довольно интересная штука, вот, с этим фристроком, да, мы можем и вообще, в принципе, мы можем использовать при одном движении разные мышцы, и работает это за счет, как ни странно, воображения, то есть, у нас есть сознание, да, есть подсознание, и мы очень много чего не контролируем, ну, сознательно, да, какие-то движения свои и так далее, вот. Используя воображение, можем подключать подсознание, и мозг работает немножко по-другому, да. Тот же самый удар, например, концентрируясь на разных мышцах, будет звучать по-разному. Если я буду... Движение то же самое, да, если я буду концентрироваться на этих мышцах, удар будет вот такой. Если я буду здесь концентрироваться, удар будет немного сильнее. Я не меняю сознательно силу удара, да, просто, как бы, концентрируюсь в других местах. Если трицепли, будет еще немножко погромче. Если грудные мышцы, да, ощущения такие же примерно, просто удар немножко громче. Можно использовать мышцы спины, да, широчайшие мышцы. То есть, если ударит в барабан, будет достаточно громко. Немножко подробнее, да, на человеке всегда понятнее показывать. Вот, смотри. Сейчас я сяду сюда. Толще палку легче? Если держать, или без разницы? Без разницы, можешь такую взять, если хочешь. Просто для снах сравнение. Эта палка, она потолще, она специально для пэда сделана, называется пэдстик. Вот, смотри, по поводу захвата сразу. Ну, вы тоже смотрите, потому что нюансы есть. Вот. Смотри, палка пока давай сюда. Опускаю руку вниз, потом сгибаешь в локте руку, а, подожди, а локоть висит, висит, пускай. То есть, ты руку вот так не поднимай, да, она вот так висит. Выпрямляй кисть, расслабляй пальцы, но кисть при этом не опускается. Вот. Большой палец с указательным, они не торчат, а лежат на палке. Да. Вот. Да, по сути, все правильно. Единственное, что вот у тебя пальцы торчат. Да, они должны быть вот здесь. Получается, это дальше. Ну, то есть, ты далеко сильно вытягиваешь палку. Нет, сидишь нормально, вытягиваешь сильно далеко руку. Ага. А, в смысле, что рука получается здесь? Да. Представь, что ты бросаешь просто мяч и ловишь его обратно. Можешь взять вторую палку и попробовать двумя руками. Нет, сильно не торопись. Возьми просто один удар, второй удар, один удар, второй. Вот, попробуй теперь как раз расслабиться и сконцентрироваться, например, на грудной мышце. И как будто ты ей играешь. Ну, это вопрос захвата, да. Да, но удар становится громче. Получается, что оно сверху и послужится куда-то. Это отдельная история, это надо садиться, заниматься и так далее. Ну, то есть, примерно... Ну, то есть, понятно. Да, да. Так, хорошо, дальше.